Тема, которой я сегодня хочу коснуться, она еще больше будоражит умы многих людей. Заметьте, когда Христос жил на нашей земле, 2000 лет тому назад, главный вопрос, который стоял у людей, которые встречались с Иисусом Христом, он был следующим. Кто Он? Вы помните, когда Он был в 12 лет в храме, то все удивлялись и задавались вопросом, кто этот мальчик, что Он такие вопросы глубокие задает и так серьезно размышляет над Священным Писанием. Когда Христос подрос и начал проповедовать, совершать служение, люди задавали вопрос, кто Он и откуда у Него вся эта мудрость и знания. И в первую очередь этот вопрос задавали жители того города, где Христос вырос. Они говорили, не сын ли Он плотника Иосифа, не с нами ли Его братья и сестры, кто Он такой, что Он или Его Слово имеет такую силу. Позже, когда Христос совершал чудеса, когда исцелял больных, воскрешал мертвых, задавались с тем же вопросом, кто Он, что Он совершает такие чудеса. Даже ученики, когда Христос усмирил бурю на море или когда прошел по воде, они задались с тем же вопросом, кто Он, что даже ветер Ему подчиняется, то есть природные стихии подчиняются Ему. Людей всегда волновал этот вопрос, кто Он? Ведь мы видим Его как человека, Он такой, как мы, как каждый из нас. Повторюсь, мы знаем, где Он вырастал, мы видели Его с малых лет, Он рос на наших глазах, кто Он? Что все это творится Его руками. Им очень сложно было принять Иисуса Христа как Бога или как Сына Божьего. Потому что они видели Его на 100% человеком, таким, как я и вы, таким, какими были эти люди сами. Но прошло время, проходили десятилетия, потом столетия, а теперь уже и тысячелетия, и у нас возникает другого порядка вопрос. А был ли Христос на самом деле человеком? Он стал для нас настолько Богом, что мы начинаем каким-то образом отстранять вот это понимание человеческой природы Иисуса Христа. И мы знаем, что в христианстве появилось учение, что даже мама Иисуса Христа, Мария, она была непорочно тоже зачата, как и Иисус Христос, для того, чтобы Его божественную природу подчеркнуть еще больше и каким-то образом отдалить вот эту человеческую природу от Него. Сегодня больше вопрос стоит в том, а был ли Иисус человеком? И если был, то насколько? И вот два вопроса, которые волнуют человечество всю его историю с момента прихода Иисуса Христа на нашу землю. Был ли Христос Богом и был ли Христос человеком? И если да, то насколько? Знаете, почему еще эти вопросы важны? Мы же все с вами призваны равняться на Иисуса Христа. Правда? Ведь само словосочетание «последователь Иисуса Христа», оно подразумевает, что мы идем след в след за Иисусом Христом. Апостол Павел в своих посланиях говорит, что мы, смотря на жизнь Иисуса Христа, как в зеркало, должны преображаться и начинать отражать Его образ в своей жизни. Но тут же возникает другой вопрос. Но если Христос – Бог, а я человек, то, в принципе, возможно ли это? И вот эти дискуссии, дебаты, как я уже сказал в самом начале, не перестают будоражить сознание людей. И верующих людей в том числе. Нас с вами в том числе. Сегодня еще одна из доктрин нашей с вами церкви. Это доктрина об Иисусе Христе. Я хочу прочитать ряд библейских текстов. Хотя на самом деле вы можете найти на эту тему много очень проповедей, разных статей, разных книг. И как минимум вы просто можете взять «Вероучение Адвентистов седьмого дня», найти вот этот раздел об Иисусе Христе и просмотреть, а почему у нас есть тот или иной взгляд на этот вопрос. Я тоже хочу коснуться ряда библейских текстов, которые помогут нам еще раз осознать. И в конце я хочу, чтобы мы увидели, почему понимание этого вопроса так важно. Почему понимание для нашей практической жизни этого вопроса так важно. Первый пункт, на который хочу обратить ваше внимание, это то, был ли Иисус Христос Богом или что подчеркивает то, что Христос был Богом. Повторюсь, сегодня существует масса разных мнений. Кто-то говорит, что Христос, Он был создан Богом. В какой-то момент истории Вселенной, давайте так скажу, в какой-то момент Он появляется, и до этого момента Его не было. А это означает, что Он не может быть равный Богу. И знаете, еще вот это выражение «сын и Отец». Христос не раз называет Бога Отцом. Значит, Он кто? Значит, Он Сын. Но Сын никогда не может достичь уровня Отца. Правда? Никогда. Потому что растет Сын, но растет и Отец. Развивается Сын, но развивается и Отец. И таким образом сказать, что они одинаковые или что они одно, получается невозможно. Я уверен, что я не смогу сегодня вам объяснить природу Бога и разложить все по полочкам. Но что я могу сделать, это прочитать несколько библейских стихов, которые помогают нам пролить свет на эту тему. Первое место, которое я хочу прочитать, это очень известный отрывок Евангелия от Иоанна, первая глава, с первого по четвертый стих и четырнадцатый стих. И вот тут сказано, в начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Оно было в начале с Богом. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничего из того, что есть, не начало существовать. В Нем заключена жизнь, и эта жизнь – свет человечеству. А дальше четырнадцатый стих говорит, Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которой наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Ряд моментов, на которые хочу обратить ваше внимание. Тут сказано, Слово было Богом. Прямая цитата из Священного Писания. Который говорит, что это Слово было Богом. Хочу прочитать еще один текст по этому поводу. Это книга Откровений, девятнадцатая глава, с одиннадцатого по тринадцатой стихи. И тут написано. «И увидел я раскрытые небеса, и всадника на белом коне. Всадника звали верный и истинный. Он справедливо судит и ведет войну. Его глаза, как пылающий огонь, и на его голове множество венцов. На нем написано имя, которого никто не знает, кроме него самого. Он одет в плащ, обогренный кровью. И имя его – Слово Божье». Мы знаем, что из описания в этой главе тут описан и Иисус Христос на белом коне, который пролил кровь свою, и именно поэтому плащ его обогрен кровью ради спасения всего человечества. И тут написано, что имя его – Слово Божье. А у Ивана мы читали, что Слово было Богом. То есть мы однозначно можем сказать, что здесь речь идет об Иисусе Христе. И этот текст напрямую называет Иисуса Христа Богом. Хотя, по сути, 14 стих он дает тоже ответ на этот вопрос. Но есть еще одна интересная деталь в этом отрывке. Написано, что в нем заключена жизнь. Или он является источником жизни. И тут мы находим еще один стих из Священного Писания. Это послание Тимофею, 6 глава, 14 и 16 стихи. И тут написано. «Верно и безукоризненно исполняй то, что я тебе повелел». Это Павел пишет Тимофею. «Вплоть до явления нашего Господа Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый повелитель». Слушайте, титулы. «Царь царей и Господь господствующий». И дальше сказано. «Единственный бессмертный, обитающий в неприступном свете». Единственный, кто имеет бессмертие или жизнь в себе, это кто? Это Бог. Больше того, тут сказано. «Которого никто из людей не видел и не может видеть. Ему принадлежит честь и могущество навсегда». Если единственный, кто имеет бессмертие, это Бог, а сказано, что в этом слове заключена жизнь, то есть Он источник жизни, то это означает, что Христос является этим единственным, в ком заключена бессмертие, в ком заключена жизнь. Это еще один момент, который подчеркивает то, что Иисус Христос был Богом. Понятно, тут сразу возникает масса вопросов. Но ведь мы Христа видели, а тут сказано, что Его никто никогда не видел. Это то, на что я не дам вам сегодня ответа. Это то, на что я сегодня не дам вам ответа. И вряд ли кто-то вам даст ответ. Как объяснить природу Бога? Они одно или их трое? Они разделены или они объединены? Масса вопросов, на которые на самом деле у человечества ответа нет. У нас есть моменты. Мы видим Иисуса Христа, который в воде, в момент крещения. И после крещения написано, что Дух Святой сходит на Него в виде голубя. И в этот момент с неба слышится голос. Это Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Сын в воде, Дух Святой в виде голубя спускается, Отец провозглашает вот эту фразу. Как это объяснить? Три Бога? Один в воде, другой спускается в виде голубя, а третий провозглашает, что вот этот Сын Мой возлюбленный. Ну так выглядит. Но с другой стороны, мы видим, что в этом слове заключена жизнь. А это означает, что тут переплетается. И Отец, которого никто никогда не видел, который находится в неприсутном свете, и Сын, который был явлен нам. Это все переплетается. И мы понимаем, почему Христос говорит, что Я и Отец одно. То есть Он соединяет то, что вроде разделено. Это то, что мы не сможем понять. Но факты, которые говорят нам из Священного Писания. Христос назван Богом. Богом того же уровня, на котором воспринимают и Отца. То есть жизнедатель, источник силы, или источник жизни, единственный. И вот этот стих, Евангелие от Иоанна, с первой главы, первой главы, с первого стиха, тут же написано, «Вначале было Слово». А вначале это когда? Вначале истории человечества. Вначале его рождения на этой земле. Вначале это когда? А знаете, тут есть ответ. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничего из того, что есть, не начало существовать. То есть прежде, чем что-то начало существовать, а я вам скажу одну деталь. Это не касается только нашей планеты Земля. Потому что сегодня с помощью современных телескопов мы можем заглянуть намного дальше. На сотни или даже тысячи световых лет наши телескопы могут заглянуть туда дальше. И если мы видим там что-то созданное, то в Библии сказано, что ничего из того, что мы видим созданным, не было создано без Него. А это означает, что прежде, чем начала существовать Вселенная, и все, что ее наполняет, Он уже был. Потому что все, что мы видим, было создано через Него. То есть ли начало? Скорее всего, нам это сложно даже объяснить. Вот что означает слово «в начале». это вот прям в самом-самом начале, которого тоже постичь мы, скорее всего, до конца не сможем. Но сам факт говорит нам о том, что Христос был вместе с Отцом до того, как что-либо произошло в этой Вселенной. Прежде, чем что-либо произошло. Еще один текст. Послание апостола Павла к евреям. Последний из рубрики «Божественности Иисуса Христа». Но о Сыне сказано. Слушайте внимательно. Речь идет об Иисусе Христе. «Вечен престол Твой, Боже. Твой царский скипетр, скипетр правосудия. Ты возлюбил праведность, а беззаконие возненавидел. Поэтому, заметьте это словосочетание «О, Боже!» Твой Бог помазал Тебя маслом радости больше, чем твоих сотоварищей». Как Бог называет Иисуса Христа? Богом. То есть мы видим прямые тексты из Священного Писания, которые открывают нам, что Иисус, в Которого мы верим, Который пришел на эту землю, Он был Богом. На сто процентов Богом. Равным Отцу, Создатель, Творец и нашего мира, и всех миров во Вселенной. Источник жизни, всемогущий. Это все касается Его, дорогие друзья. Все относится к Иисусу Христу. Но в то же время мы сегодня можем с уверенностью сказать, что Христос был и человеком. Я, знаете, с чего начну? С того выражения, когда Павел сказал, что это великая тайна благочестия. Как это Бог смог прийти на нашу землю как человек? Это великая тайна благочестия. Что с уверенностью мы сегодня уже можем сказать, что начало своего существования Христос берет не от рождения в яслях. Начало его вот там, когда еще ничего не было. Но как человек, начало свое он берет с рождения в Вифлееме. Как человек свое начало он берет именно там. Смотрите, что мы находим о Иисусе как человеке. Послание апостола Павла к Галатам, 4 глава, 4 и 5 стихи. Но когда пришло назначенное время, Бог послал Своего Сына, рожденного от женщины, подвластного закону, чтобы искупить находящихся под законом и усыновить их. Христос, как я и вы, был рожден женщиной. Именно это делает его на 100% человеком. И это делает его на 100% человеком. Еще одна интересная деталь. Я уже вспоминал эту историю, но я прочитаю этот отрывок. Евангелие от Луки, 2 глава, 39 по 40 стих. Когда родители Иисуса сделали все, что предписывало закон Господа, они возвратились в Галилею, в свой родной город Назарет. И дальше сказано об Иисусе. «Ребенок рос и набирался сил и мудрости, и милость Божья была на нем». Он был ребенком, друзья. Он был ребенком таким, как я и вы. И этот ребенок не обладал сверхъестественными способностями миропознания или еще чего-то. Знаете, это как кто там, Супермен или кто там, что из космоса прилетел мальчик там в какой-то капсуле, и он сразу же, он приземлился и поднял машину одной рукой, и проявляя этим свою сверхъестественную способность. Нет. Об Иисусе Христе сказано, что он рос и набирался сил, и как дальше? И мудрости. То есть он взрослел так, как я и вы. И по мере своего роста там на годик, он был такой, как обыкновенный ребенок в один год. В три года он был таким, как обыкновенный ребенок в три года. Он не писал книги в три года, повести какие-то или поэмы, не делал математические вычисления. Хотя и сегодня появляются вундеркинды время от времени, которые уже способны на это в три года. Но он был таким, как все дети. И это тоже подчеркивает то, что он был на сто процентов человеком. Первое послание к Тимофею, вторая глава, пятый стих. Сказано так. Бог един. Един и посредник между Богом и человеком. Это человек Иисус Христос, говорит апостол Павел. То есть мы видим, что ученики Иисуса называют Его человеком. Более того, посмотрите, что сам Иисус говорит о себе. Это Евангелие от Иоанна, восьмая глава, тридцать девятый и сороковой стихи. Наш отец Авраам, ответили они. И Христос им отвечает. Если бы вы были детьми Авраама, ответил Иисус, вы бы делали дела Авраама, но вы стремитесь убить Меня. И дальше подчеркивает Человека, говорящего вам истину. Он не говорит, но вы не слушайте Меня, Бога, Который явился вам. Он говорит Меня, Человека, Который возвещает вам эту весть. Мы видим, что Христос тоже сам называет Себя Человеком. Наверное, слышали такие высказывания. Трансцедентный Бог и имманентный Бог. Трансцедентный – это Бог, который далеко. Вот где-то там во Вселенной. Он всем руководит, Он всем управляет, Он в каждом уголочке Вселенной находится. Все под Его контролем, Он все обеспечивает жизнью, дает дыхание и так далее. Вот Он где-то вот везде. И когда особенно мы смотрим разные видео, которые показывают, насколько наша планета маленькая или крошечная по сравнению со Вселенной, А плюс еще надо взять отдельного человека на этой планете, которого, если мы даже только лишь на орбиту поднимемся, мы не видим. То есть невооруженным взглядом с орбиты невозможно увидеть человека. А оказывается, он там есть. Их еще и немало, этих людей, на этой планете. А Бог говорит, что даже волосы на нашей голове посчитаны. Попробуйте теперь еще волосы найти на голове у этого человека. Даже с орбиты нашей планеты Земля. А что говорить уже о Вселенной? И вот когда мы видим, насколько крошечная наша планета, то мы понимаем, насколько огромен Бог. И это об Иисусе Христе. Потому что, как мы уже сегодня говорили, Он творец всего, всей Вселенной. Но с другой стороны, этот Бог приходит на Землю в виде человека. И Его интересуют наши с вами проблемы. У кого-то что-то болит, кто-то хочет кушать, у кого-то проблемы во взаимоотношениях, как, например, у Марты и Марии. Одна готовит на кухне, другая ей не помогает. И вот он мог бы сказать, ну, друзья, ну, вы извините, ну, это ж мелочи вообще. По сравнению со Вселенной, правда? Вот эти проблемы, это вот как бы даже, ну, у меня времени на это нет. Но нет. Он выслушивает нужды людей. Он дает ответы, извините, порою на глупые вопросы. Говоря, конечно, ну, ребята, вы тут решили меня поискушать, ну, вы тут хоть подумайте, что вы говорите. Но он принимает участие в этих диалогах. То есть Бог, который трансцендентный, становится имманентным, то есть становится очень близким к каждому из нас. И это тоже об Иисусе Христе. Вот это парадокс. Вот это то, что не укладывается в нашей с вами голове. Но в то же время есть еще третий пункт из наших сегодняшних с вами размышлений, который говорит о том, что все же у нас есть отличие от Иисуса Христа. «Хотя он был на сто процентов человеком, но было в нем что-то, чего нету в нас сейчас, или есть у нас что-то, чего все же не было в нем». И я хочу прочитать несколько текстов в Священном Писании и сделать вот это небольшое сравнение. Послание апостола Павла филиппийцам, 2 глава, 5-7 стихи. Он говорит так, апостол Павел, «Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа». Сразу же он направляет нас, чтобы мы смотрели на Иисуса. Но дальше сказано, «Он по природе кто? Бог. А мы? А мы люди, друзья. Правда? Он по природе Бог. А мы по природе люди». И вот вам первое отличие. Не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизив себя, приняв в природу раба. То есть он по природе Бог, но природу человека он только принял. И тут есть еще одна интересная деталь. «Он стал подобным людям, став и по виду как человек». И вот это слово «как человек» и слово «подобный людям» наталкивает меня на мысль, что мы имеем право сегодня утверждать, что все же Христос не был на сто процентов таким, как я и вы. А теперь давайте посмотрим, почему и на каком основании. Но первое, на что хочу обратить ваше внимание, это книга «Бытие», первая глава, 26 стих. Давайте вспомним этот текст. Потом Бог сказал, создадим человека, ну, в синодальном переводе по нашему образу и по нашему подобию, да, в этом переводе сказано наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными и над скотом, над всей землей и над всеми присмыкающимися. Заметьте, тут интересная деталь. Наш образ и наше подобие, да, а в тексте чуть выше мы читали, что Христос принял природу, стал подобным, людям по виду, как человек. Замечаете? И там образ и подобие, и тут образ и подобие. Но логически, то, что Бог создал нас по образу и подобию своему, делает нас богами? Ну, нет, правда? Это лишь образ и подобие. Но мы не боги. Ну, а теперь давайте это же в другом порядке. То, что Христос родился по образу и подобию человека, делает его сто процентов человеком? ну, логически нет. Есть у нас с вами что-то божественное? Ну, есть, друзья. Свобода выбора, правда? Любить. Даже такая деталь, что в нас заложена возможность воспроизводить себе подобных. Или дарить жизнь. В какой-то степени это тоже отражение Божьего начала во всем живом. В человеке в том числе. Любить, прощать, сопереживать, сочувствовать. Это те качества, которыми обладает только человек. Потому что у животного мира это только инстинкт самосохранения. А у нас это осознанные действия. Потому что мы можем любить, как Христос сказал, и врагов своих. Правда? То есть это осознанные действия. Это не инстинкт. По инстинкту нам хочется их не любить. Но мы прощаем. понимаете? У нас есть что-то божественное, дорогие друзья. Но все равно это не делает нас богами. И точно так же можно сказать и наоборот. Но давайте так. Посмотрим чуть больше. Посмотрим чуть шире на этот вопрос. Смотрите, что сказано об Иисусе Христе в послании апостола Павла Кирим, 4 глава, 15 стих. Наш первосвященник не из тех, но не может сочувствовать нам в наших слабостях. Он был искушен во всем, как и мы, за исключением греха. То есть получается, что в этом мы тоже отличаемся от Иисуса Христа или Он отличается от нас. А теперь чуть шире об Иисусе. Евангелие от Луки 1 глава 35 стих. Ангел ответил, это ангел разговаривает с Марией, Святой Дух сойдет на тебя и тебя осенит сила Всевышнего, поэтому ребенок, который родится у тебя будет какой? Святой. Он будет свят и он будет называться Сыном Бога. То есть Христос родился святым. А теперь послушайте, что сказано о нас, о людях. Евангелие, я прошу прощения, Псалом 50, 7 стих. Давид говорит, вот, грешником я родился, грешным зачала меня моя мать. Он не говорит, что я стал грешником, а что? Я родился грешником. Вот вам отличие. Христос родился каким? Святым. Мы рождаемся какими? Грешниками. Еще одна интересная деталь об Иисусе. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Сказано так, на безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. То есть Христос не только родился святым или безгрешным, Он им оставался всегда. Он в жизни был безгрешным. А смотрите, что сказано о нас с вами. 1 Иоанна, 1 глава, 8-9 стихи. Иоанн говорит, если мы заявляем о том, что мы безгрешны, то мы обманываем самих себя и нет в нас истины. Если же мы признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой неправды, потому что Он верен и справедлив. То есть Иоанн говорит, к сожалению, мы не безгрешны. И вот это главное отличие, которое сегодня существует. Христос родился святым, и Он остался святым. Мы родились грешными, Иоанн говорит, по природе своей мы остаемся грешниками. Если когда-то и наступает момент, что мы с вами безгрешны, то это, как Он сказал здесь, только тогда, когда мы приходим к Нему с раскаянием, и тогда Он снимает с нас наши грехи. И опять-таки это не потому, что наша природа поменялась, а потому, что Христос снял с нас наши грехи через прощение. Еще один текст из Священного Писания об Иисусе. Евангелие от Иоанна 14 глава 30 стих. Больше я уже не буду говорить вам это, говорит Христос, потому, что приближается князь этого мира. У него нет власти надо мной. А почему у Сатаны не было власти над Христом? Да, он не согрешил. Он своей праведностью мог стать против Сатаны. Почему? Потому, что, как вы уже сказали, он не согрешил. Почему Сатана имеет власть над человеком? Потому, что там в Эдеме и Адам и Ева согрешили. Вот и все. Вот почему они стали рабами, как апостол Павел говорит. Да? А смотрите, что сказано о нас с вами. Римлянам 3 глава 22-24 стихи. Праведность от Бога дается человеку через веру. Всем, кто верит в Иисуса Христа. Потому, что нет различия. И дальше он говорит, ведь все согрешили и все лишились Божьей славы. То есть, вы понимаете, никто из нас не сможет никогда сказать так, как Христос. Вот идет князь мира сего, но во мне он не имеет ничего. Почему? Потому, что Павел говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. Единственная причина, когда мы можем иметь надежду на спасение, это тут дальше сказано. Ведь все согрешили и все лишились Божьей славы. И все получают оправдание даром по благодати через искупление совершенные Иисусом Христом. Не потому, что мы достигли или мы смогли, или мы можем с нашей праведностью сказать, ну, сатана, сори, но уже я неделю, как я вообще не грешу. И я стал абсолютно безгрешным святым человеком. Так что никаких претензий у тебя ко мне быть не может. Нет. Единственная причина, когда мы можем это сказать, это когда мы говорим сатана, я знаю, что я грешен, но благодаря жертве Иисуса Он очистил меня от моего греха. Верую в Иисуса Христа. Я хочу сказать тебе, иди, тебе нету тут места, потому что это место занял Иисус Христос. Понимаете, какое различие между нами и Христом? Мы никогда не станем полностью такими, как Христос, потому что у нас природа другая. У нас греховная природа, у Него святая. Но тут же, конечно, возникает дилемма. Тогда почему Библия призывает нас отражать Иисуса Христа в нашей жизни? Правда? Как это тогда соединить это вместе? Я вам скажу, в этом всем есть смысл на самом деле. Вы не раз, я уверен, сталкивались с этим моментом, когда мама говорит сыну, «Кушай хорошо, будешь сильный, как папа». Слышали такую фразу, да? Но вы согласитесь, сколько бы ребенок не ел, если не пройдет 20 лет, чтобы он стал по возрасту таким, как папа, то есть по-другому, если он не дорастет до этого возраста, то еда тут никак не поможет. Согласны? Кроме того, что надо кушать, надо прожить еще 20 лет, чтобы достичь до возраста папы в тот момент, когда мама эти слова говорила. То есть, но несмотря на это, мы все равно вдохновляем наших детей такими фразами. Правда? То же самое и похоже на нашу духовную жизнь. Мы должны равняться на Иисуса Христа. Но мы должны осознавать, что сколько бы усилий мы не прилагали, духовный рост забирает время. Правда? Духовный рост забирает время. И наше с вами преображение, оно длится годами. И скажу одну деталь, друзья. Хотелось, чтобы это было по щелчку пальца. Но на самом деле в жизни так не бывает. И как Христос скажет, как зернышко посаженное в землю. Да? Мы посадили, и мы не знаем, что там происходит. Но только по времени вот прошел, появился росток. Ну и из этого ростка мы сразу уже урожай не собираем. Правда? потом должен появиться стебель. И тут еще не все. Потом должен появиться колос. А потом должно этот колос налиться зерном. А потом это зерно должно еще и созреть. И аж только после этого собирается урожай. Но мы же хотим по отношению к людям так. Веришь? значит уже сегодня собираем урожай. А если урожая сегодня нет, значит что? Вера у тебя слаба. Но друзья, это не касается нашего преображения. Вот эти все фразы связанные с Иисусом Христом это не касается нашего преображения. Петр говорит, Христос говорит Петру иди Петр по воде и вот вам вера. Петр идет по воде. А через мгновение Христос говорит, Петр, где же вера твоя? Что-то начал тонуть. Вы понимаете, что наша вера и то, что происходит в нашей жизни, я по-другому скажу, и наши изменения в жизни, это не одно и то же самое. Да, кто-то бросает пить, курить за один день. Бывает такое? Бывает. Бывает такое, что Христос является кому-то явно и говорит открыто через сон или через видение. Бывает, друзья, но в процентном соотношении скорее всего это исключение, чем правило. Это скорее исключение, чем правило. Но мы хотим, чтобы исключение стало правилом. есть случаи, когда люди исцеляются от рака чудодейственным образом? Есть. Бывает, совершили обряд или помазание, и в один человек встал с молитвой, и он почувствовал, как все ушло, исцелился. Но несмотря на все это, мы все же обращаемся к врачам, потому что это чудо. Это, ну, к сожалению, это исключение. Но мы хотим, чтобы исключение стало правилом. И мы говорим, если ты не исцелился, брат, значит, вера твоя была мала. Но это не то. Это не в этом случае. Потому что мы не знаем. Павел говорит, я молился, сколько лет, чтобы Бог убрал вот эту колючку из Бока моего. Бог говорит, нет. Потому что в немощи сила твоя. Мы понимаем, что есть масса причин, почему чудо может не произойти в нашей жизни. И мы будем вот, шаг за шагом идти, преодолевая какие-то проблемы, трудности, и преобразовываться в нашем с вами характере. Для этого нужно время. Но чтобы мы знали, куда двигаться, надо смотреть на Иисуса Христа. чтобы знали, в кого преображаться, надо смотреть на Иисуса Христа. Он наш пример, на который мы должны равняться. И в один момент, друзья, мы достигнем. Мы достигнем в полной мере. в полной мере, друзья. Я уже как-то говорил об этом в одной из проповедей. Когда это смертное преобразится в бессмертие, тогда грешное станет святым, преобразится в святое. И вот тогда мы будем на 100% похожи на Христа. Согласны? Потому что после того перерождения у нас разницы уже с ним не будет. Но пока что мы идем. Мы движемся вперед. И вот это огромное преимущество, что наш Бог вот таков, всемогущий, наш Христос вот такой, Творец неба и земли, который пришел на эту землю, чтобы спасти меня и вас. Он сделал все для того, чтобы максимально приблизиться, чтобы нас ничего не разделало, чтобы мы могли увидеть его характер, полноту его любви. И чтобы мы могли понять, как мы должны или к чему мы должны стремиться, как мы должны отражать его характер в нашей с вами жизни. Хочу еще раз прочитать текст или этот отрывок, но чуть-чуть больше, который я сегодня уже вспоминал, и этим закончим наше с вами размышление. Послание апостола Павла к филиппийцам, 2 глава с 5 по 8 стихи. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа. Он по природе Бог, не подражал, не держал за равенство, не держался за равенство с Богом, а наоборот, унизил себя, приняв в природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Началом возвеличивания Христа как человека в полной мере стало только тогда, когда Он смирил себя в полной мере. Знаете, на этой земле было немало людей, которые могли лечить, помогать, исцелять, но почти всех мы не помним. Мы не знаем их имена, ну где-то там какие-то, кто там увлекается именно этой сферой, они может знакомы с этими именами, но для большинства людей эти имена неизвестны остались. Иисус Христос остался в нашей с вами памяти и живет по сегодняшний день даже не благодаря тому, что Он кого-то исцелил или кого-то воскресил, а благодаря тому, что Он смирил себя и умер за каждого из нас. Если мы хотим сегодня отражать Христа, то первое, что должно происходить в нашей с вами жизни, это тоже смирение. Когда мы признаем, как тут сказано было, свои грехи, когда мы осознаем свои ошибки, свои падения, осознавая это, возможно, нам придется сказать кому-то прости, потому что мое падение зацепило и его, склониться на колени перед Богом и сказать, Господи, я понимаю, что я недостоин, но я хочу, чтобы Ты меня простил. Я искренне желаю этого прощения. и вот с этого момента начинается наше преображение из образа в образ и из подобия в подобие. Из этого момента мы начинаем с вами расти и становиться духовно сильными людьми. Обряд Вечери Господний напрямую причастен со всем этим, о чем я только что сказал. Смотрите, через пару минут мы с вами все пойдем совершать обряд ногоомовения. Это отдельная тема, которой я коснусь, когда у нас будет речь идти о Вечере Господней. Это тоже одна из доктрин нашей церкви. Но согласитесь, что это как раз путь смирения. Даже если вы моете ноги своей жене или своего мужу, я задам простой вопрос, как часто вы это делаете дома? Ну, со своего опыта скажу нечасто. Слава Богу, жена у меня все еще здоровая, все нормально, то есть она сама может дотянуться до ног. Если не получается в душе, можно в ванной, то есть условия есть для этого, поэтому просто не приходится мыть ей ноги. И точно так же, как и ей мне. Поэтому независимо, моете ли вы ноги брату, сестре или мужу или жене, это обряд смирения. Это обряд смирения. И у нас есть, я думаю, что и у вас есть такая традиция, когда мы склоняемся на колени уже мыть ноги, несмотря на то, что мы тут молимся, мы все равно совершаем короткую молитву. Мы молимся о брате или о сестре, молимся о себе. Вот это тот момент, когда мы смиряем себя. А потом мы возвращаемся сюда и перенимаем символы хлеб и вино, которые являются символом чего? Тело и крови Иисуса Христа. А вы знаете, тут происходит еще один смысл очень глубокий. Мы уже с вами говорили об этом тоже не раз, что когда мы съедаем этот кусочек хлеба, это символ. Мы не верим в буквальное преображение хлеба в тело Христова, но этот символ имеет очень глубокое значение. В конце концов, этот глоток виноградного сока и кусочек хлеба, он становится нами, согласны? Потому что он попадает в наш организм, потом в желудке он смактывается в нашу кровь и с помощью крови разносится по всем клеткам нашего организма. то есть по большому счету кем мы становимся? Ну мы можем так сказать хлеб становится нами или мы становимся хлебом. И образно говоря, если прям вот так фантазировать и размышлять над этой темой, то если это символ тела Христова и крови его, то Христос наполняет все наше естество. Но мы же в это верим, правда? Ведь Павел именно поэтому говорит, уже не я живу, но Христос живет во мне. И вот через сморение мы приходим к тому, о чем мы с вами сегодня говорили, что наступит тот момент, когда мы будем на сто процентов похожи на Христа или такими, как Он. Это момент полного преображения. Поэтому, друзья, сегодня вечеря Господня это символ вот этого невероятного чуда. который происходит в жизни каждого человека, как мы грешники через раскаяние принятие жертвы Иисуса Христа становимся подобны Ему. пускай Господь каждого из нас благословит в этом служении и в понимании насколько велик тот Бог, которого не может объять вселенная и в то же время который пришел на эту землю в виде человека, чтобы мы могли его обнять. давайте мы помолимся. Господи, Творец неба и земли, мы от всего сердца благодарны Тебе за эту невероятную любовь, которую Ты проявляешь к нам грешным людям. Ты наш Создатель пришел в этот мир, чтобы каждый из нас смог прикоснуться к Тебе поближе. Ты открыл себя в своей жизни, в своем служении, в своей смерти, в своем воскресении. И мы благодарны за то, что можем знать Тебя, Господи. Благослови каждого из нас. Особенно, когда мы будем сейчас совершать обряд вечери Господней, помоги, чтобы это все было нам во спасение. Хорни каждое Твое дитя и веди нас Твоей рукой. Тебе да будет за все честь, слава и благодарение Богу нашему Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь.